Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Прямая линия», в рамках которой мы продолжаем знакомиться с работой депутатов Витебского областного совета, Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Который представляет наш Витебский регион в парламенте страны. Итак, сегодня у нас в гостях депутат по Лепельскому избирательному округу, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Юрий Николаевич Деркоч. Врач-педиатр учреждения здравоохранения Витебский областной детский клинический центр. Юрий Николаевич Деркоч родился в 1962 году в Пружанском районе Брестской области. В 1985 окончил Витебский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело. В 2005 году в факультет педагогики и психологии. В 2012 академию управления при президенте Республики Беларусь. С 1985 года по 2006 работал в учреждении образования Витебский государственный медицинский университет. Профессиональный путь начинал с должности старшего лаборанта кафедры педиатрии факультета усовершенствования врачей. Затем работал ассистентом кафедры детских болезней, доцентом кафедры педиатрии, проректором по международным связям, проректором по учебной работе с иностранными студентами и международным связям Витебского государственного медицинского университета. После первый проректор заведующий кафедрой педиатрии Витебского государственного ордена дружбы народов медицинского университета. В 2006 году назначен на должность проректор по научной работе Учреждение образования Полесский государственный университет. С 2010 года по апрель 2020 начальник управления здравоохранения Витебского областного исполнительного комитета. В настоящее время врач-педиатр педиатрического отделения для детей до года Витебской областной детской клинической больницы, учреждение здравоохранения Витебский областной детский клинический центр. Доктор медицинских наук, профессор, автор более 100 научных публикаций, в том числе трех монографий и пяти учебных пособий. Дорогие друзья, если в ходе нашей программы у вас возникнут вопросы к депутату Полейпельскому избирательному округу, члену Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Юрию Николаевичу Деркачу, связаться с ним напрямую вы можете по телефону, который указан на ваших экранах. Там же указан электронный адрес нашей редакции, по которому вы можете обратиться с вопросом, жалобой или предложением к любому участнику программы «Прямая линия». Ваши обращения обязательно будут рассмотрены и переданы адресату. Ну а самые интересные из них мы обсудим в одной из наших программ. Итак, это программа «Прямая линия» и мы начинаем. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте. Очень, очень рада видеть вас в нашей студии. И вы знаете, вот начать наш разговор, мне хотелось бы с некоторого уточнения. Вот в 2019 году, когда вы стали членом Совета Республики Национального Собрания, вы уже были депутатом областного совета 28-го созыва. А вот скажите, пожалуйста, вот ваша эта должность не отменяет депутатскую работу? Или полномочия, обязанности? Очень хорошо то, что я уже, наверное, работаю в округах своих не первый раз. Уже первые 4 года и как член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по Аршанскому, Дубровинскому району, так и депутатам Липельского района, я тоже уже продолжаю там деятельность. Поэтому есть все возможности для того, чтобы, зная то, что происходит в районах, зная, какие проблемы возникают у населения, планомерно делать все для того, чтобы жизнь этих людей в этих регионах становилась немножко лучше. Лучше, легче. Да, лучше, легче. И там, где они могли бы реализовать свой потенциал. Вы знаете, Юрий Николаевич, всегда возникает вопрос, а может ли один человек действительно сделать жизнь людей в округе, который он представляет, лучше? Нет. Только все вместе. А вот на чем помощь вы опираете, с кем вы сотрудничаете, с кем вы работаете, какие у вас есть полномочия, возможности для того, чтобы, ну, скажем так, там, привлечь кого-то к решению какой-то проблемы, либо обязать, либо заставить? Ну, вы знаете, проще, наверное, ответить, что нужно опираться на людей, которые проживают в этой местности. А использовать все возможные варианты, то есть тех, кто непосредственно выполняет те или иные действия. Это исполнительная власть, это депутатский корпус, это предприятия, это люди, которые занимаются частным каким-то бизнесом или хозяйствованием. То есть все вместе делаются таким образом, что на земле наводится порядок, люди имеют возможности для оказания медицинской помощи, получения образования, однозначно и бытовые, любые, любые вопросы. Но для этого, конечно, надо жить, знать регион, общаться с людьми, встречаться. Мы сейчас поговорим по поводу вашего округа, региона, который вы представляете в парламенте страны. Но мне бы хотелось спросить вас вот что. Вы скажите, насколько полномочия или возможности депутата и члена Совета Республики отличаются? То есть ваши возможности расширяются за счет того, что вы являетесь еще и членом Совета Республики? Ну, во-первых, расширяется круг общения с людей, те, которые находятся. А второй момент, получаешь больше информации не только из одного региона, а из нескольких регионов. Второй момент, когда находишься в Совете Республики, общение с коллегами из других регионов дает возможность выявить те вопросы, которые являются проблемой в целом в стране. И, естественно, для вот таких проблемных вопросов нужно создавать определенное правовое поле, создавать законодательную базу, которая дает возможность их разрешать системы. А, вы уже говорите вообще о работе парламента. А меня вот сейчас интересуют именно ваши полномочия. То есть можете ли вы, будучи вот... Ну, если вот как раз мы говорим о полномочиях, то есть если мы... Нет, я про то, что заставить кого-то сделать. Вот я про это. Но если заставить, наша же функция, это законодательно. Поэтому если мы в законе предусмотрим те изменения, которые улучшат жизнь наших людей, то это и есть требование, по которому работают все ветви власти. Хорошо. Давайте тогда вот конкретно. Очень интересный, во-первых, регион, округ вы представляете, вот как член Совета Республики в парламенте. Это Оршанский регион. Сам по себе очень интересный, который привлекает огромное количество внимания, причем на самом верху. И сегодня и людям интересно, потому что когда-то нам обещают сделать этот район образцом для других регионов, даже республики, не только нашего области. Ну, так, наверное, получается. Но, наверное, в этом регионе очень хорошие люди. Они вот даже последняя встреча, которая состоялась, прямая линия, говорит о том, что люди небезразличны. Женщина, проживающая в одном из домов, она обратилась с просьбой, чтобы навести порядок, сделать благоустройство. Тем более она показала, что она сама сделала. Разбила колумбы, посадила деревья, украсила подъезд, навела порядок. То есть вот это все вдохновляет еще и местных жителей. Но при этом она хочет еще улучшить, чтобы была детская площадка, чтобы дети могли безопасно выходить на улицу, чтобы не было несанкционировано движение транспорта. И это все можно сделать. Однозначно. Ну, красиво они самостоятельно сделали, очень много. Но уже власть должна все сделать для того, чтобы потратить ресурсы, для того, чтобы обезопасить даже тех же детей, которые находятся на улице. Давайте больше представим ваш округ. Вот вы сказали, что это не только Оршанский район, да? Да, это и Дубровинский район. Оршанский, Дубровинский район. А я знаю, что в шестом созыве парламента страны вы представляли этот же округ. Это же округ, только еще был Льозненский район. Но Льозненский район в связи с тем, что очень большой округ, большая численность населения, ушел, как говорится. Но хотя я достаточно активно работаю с этим районом, выезжаю, знакомлюсь с теми достижениями, которые там имеются. Ну и самое главное, там продолжают реализовываться те программные вопросы, которые мы оговаривали и с местной исполнительной властью, и с депутатским корпусом. Поэтому это, наверное, дорогого стоит. Ну и приятно там встречаться, видеть людей, здороваться. Тем более, что уже достаточно давно работаете, там вас уже хорошо знают, вы знаете многие. И те проекты, которые там уже реализованы, что они никуда не исчезли. И это создает условия для людей. Ну и надо же добавить, что и Лепельский-то тоже остается округ. Это тоже достаточно большой, обширный район. Лепельский-то областной совет депутатов. Я очень благодарен моим избирателям Лепельского округа, что они достаточно активно помогают мне своими вопросами, поручениями, ну и подсказками именно, где что можно сделать, реализовать, помочь. Хорошо, вот вы сказали, что совсем недавно, действительно, вы совсем недавно проводили, как член Совета Республики, проводили встречу со своими избирателями в вашем ОРКе, в Варшанском райисполкоме. Люди обращались с самыми разными вопросами. В том числе, как вы говорили, были такие выездные у вас встречи, где вы встречались с людьми, которые обращались с просьбой, чтобы не просто рассказать о своей проблеме, а показать. Вы знаете, что, ну вот как-то получается, вот то, что знаешь всех, кто чем занимается, в исполнительной власти, в депутатском корпусе, очень легко решать вопросы. Поэтому, когда люди обращаются на прием, то уже многие из них решаются очень-очень быстро. То есть даже в день обращения они решаются очень быстро. Хорошо, а вот, Юрий Николаевич, извините, что перебиваю. Понимаете, очень важный сегодня момент, и тоже нельзя обойти эту тему. В нынешней эпидемиологической ситуации, вот в связи с распространением коронавируса, вот скажите, пожалуйста, как вы строите свою работу? Ведь встреча с людьми, ну, я не думаю, что это на сегодняшний день лучший вариант решения вопросов округа. Ну, если, допустим, решить вопрос человека, который находится, допустим, на отдалении, это вот как вот женщина, которая задала вопрос в отношении благоустройства дома, то выезжаешь на место, встречаешься, удаленность небольшая, полтора-два метра, можно спокойно разговаривать, если нет катаральных условий. Ну, и, естественно, если какие-то катаральные, тут, естественно, маска необходимо быть. А так-то это телефонная связь, да, вот я так понимаю? Можно посмотреть. Ну, и, конечно, телефонная связь, это тоже, ведь проблем нет. Если человек озвучил, можно даже и без них выехать на место, посмотреть, оценить ситуацию и принять соответствующее решение. Я знаю, что вот традиционно, когда вы бываете в своих кругах, вот, вы посещаете еще учреждение здравоохранения, вот этот раз, это была вот Таршанская центральная поликлиника. А с какими вопросами к вам обращаются ваши коллеги? Ну, вопросов очень много в настоящий момент, потому что, вы знаете, что вирус, это такая большая проблема, которая, в общем-то, не выбирает никого. Если человек проконтактировал с вирусной инфекцией, то он может заболеть, и протекает она не очень хорошо. Поэтому могут быть различные варианты, различные исходы, и никто на это повлиять не может. И вы знаете, что реально ни вакцины нет, ни лекарств нет, все зависит от иммунитета человека, по-разному может развиться. И очень хорошо то, что мы очень много сделали за вот эти последние, наверное, 10-15 лет, когда создали хорошее лечебное учреждение с современным оборудованием, подготовленные кадры, которые могут при необходимости тяжелого течения заболевания оказать соответствующую помощь. Но, опять же, медики не всегда все сильны. Иногда бывает, протекает заболевание таким образом, что помочь спасти человека не представляется возможным. Поэтому здесь на первый план должны выступать те мероприятия, которые уменьшают возможности контакта людей с теми пациентами, которые могут быть источником инфицирования. Это самое главное. И поэтому, когда мы это разделение делаем, когда мы контактируем, соблюдаем социальную дистанцию, моем руки, создаем все необходимые условия при посещении мест общественного использования, средства защиты, обязательно в транспорте особенно. И расслабляться еще рано, несмотря на спад. Ни в коем случае, мы же видим, как это происходит. Поэтому я случайно сказал, что вирус, он ничего не понимает, он ищет место, где ему нужно сохранить свою жизнь, воспроизвестись. Поэтому человек – это источник, где его жизнь, продолжение его жизни. И поэтому он и меняет свои свойства, он стремится попасть, приспособится. И он очень плохой вирус. Он повреждает, пока у людей еще нет иммунитета. Исход заболевания зависит в основном от иммунной системы человека. Да, это тема отдельной передачи. Поэтому очень-очень-очень аккуратно к этому надо относиться, не расслабляться. И обязательно соблюдать все правила, которые излагаются для того, чтобы не быть инфицированным и, конечно, не заболеть. Я с вами очень согласна. А самое главное, вы знаете, совсем недавно наши медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. И здесь, ну, во-первых, я начну с того, что пусть с опозданием, но я хочу тоже обратиться к вам с поздравлением и всем тем, кто связан так или иначе связан с медициной, пожелать с Днем Медицинского Рома Ботника поздравить и пожелать, конечно, в первую очередь здоровья. А потом уже удачи, успехов и прочее, прочее. Ну и самое главное, вот как раз накануне вот этого праздника на нашем телеканале прошла целая серия сюжетов с благодарностью врачам от их благодарных пациентов. Поэтому один из них мы сейчас посмотрим, а потом вернемся к нашему разговору. Сегодня, когда все трудности остались в прошлом, а сын, как и все обычные мальчишки, играет во дворе, Татьяна Якушенко может спокойно рассказать, как все происходило. Марат родился в 2010 году и рос совершенно здоровым. Беда, болезнь пришла внезапно, когда Марату было два с половиной года. Я просто ему чистила ватным тампоном ухо и заметила, что что-то оттуда выделяется, и очень был такой неприятный запах. Тут же мы обратились к врачам. И вот с этого момента началось наше хождение по мукам. Поликлиники, врачи лечили нас долго, лечили нас усиленно и упорно. Больничные палаты, уколы, процедуры, курсы антибиотиков. Со сложным хроническим эпитимпануантральным атитом, осложненным холестеатомой, маленькому Марату помогла справиться детский доктор-отариноларинголог Анна Якимцова. Провела четырехчасовую операцию. Наблюдала, лечила, спасла. До сих пор мы общаемся и консультируемся только у Анны Владимировны Якимцовой. Только она, наш ангел-хранитель, только ее чудесные волшебные руки совершили такое чудо. Что до сих пор Марат жив, потому что если бы не эта операция, то все бы закончилось очень плачевно. После болезни правое ушко слышит не на сто процентов. И есть ряд ограничений и необходимых процедур. Но Марат успешно закончил третий класс обычной средней школы. Учится кататься на роликах, радует маму и папу и мечтает. Я хочу стать переводчиком. Это очень интересная и полезная профессия. Узнаю много языков, общаюсь с людьми в других странах. Мне очень хотелось домой кота. Это моя маленькая мечта. С отариноларингологом Анной Якимцовой юный пациент и его родители встречаются регулярно, консультируются и не устают говорить самые искренние слова благодарности своему доктору. Огромное спасибо этому доктору. Это доктор с большой буквы. Это человек, который до сих пор нас не оставляет и нас не бросает. В любой момент, в любую секунду мы можем обратиться к ней, и она всегда придет к нам на помощь. Анна Владимировна, мы очень вас любим, уважаем и ценим. Спасибо вам большое-большое. Замечательный сюжет. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в нашей программе «Прямая линия» принимает участие депутат по Липельскому избирательному округу, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Юрий Николаевич Деркоч. Если у вас возникли к нему вопросы, связаться с ним вы можете напрямую по телефону 33-6192. Ну, а мы, как всегда, ждем ваших писем на электронный адрес нашей редакции. Вопрос собаковы.тв.бай. Звоните, пишите, спрашивайте. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Юрий Николаевич, ну, правда, замечательный сюжет, трогает. И я думаю, что таких вот, там даже не серии, можно делать таких рубрик, а целый сериал, причем бесконечный, со словами благодарности. Вы знаете, что, да, действительно, в Витебской области очень много врачей-профессионалов. Высокого уровня, да. Да, и очень серьезный у нас и подготовленный средний медицинский персонал, причем они наиболее часто и более долго находятся с нашими пациентами, ухаживают, младший медперсонал. Поэтому вот уже прошел день медицинского работника, но я хотел бы всех-всех медицинских работников и тех, кто участвует в сохранении здоровья наших людей, поздравить вот с этим замечательным праздником, поблагодарить их за работу. Я сам работаю в отделении, которое перепрофилировано, инфекционное отделение, и там находятся детки, которые заражены коронавирусом. Вот, и я вижу, как и младший медперсонал, и врачи оказывают эту помощь, как они работают, как это сложно. Вот, и поэтому... Как бьются, сражаются, в прямом смысле, за каждого пациента. Ну, по крайней мере, оказывают помощь, когда они утяжеляются, хотя детки менее тяжелые, легче это все переносят. Поэтому всех их с праздником, всем им добра, крепкого здоровья, ну и мира, благополучия. Это, наверное, самое главное. Ну и самое главное, чтобы быстрее закончился этот неприятный момент. Ну это уже как пойдет, это уже от нас не зависит. Вирус достаточно серьезный. Но чтобы это быстрее закончилось, чтобы все остались живы, чтобы люди не болели, и это, наверное, самое главное. Да, Юрий Николаевич, спасибо вам тоже за такие слова замечательные, присоединяюсь. Ну, продолжая работу, вернее, продолжая разговор о вашей общественной работе, вот давайте начнем с того, что вот являющим Советом Республики вы входите в состав постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Вот мне просто интересно, чем конкретно занимаются комиссии, постоянные комиссии в парламенте? Что их основная задача? Ну, основная задача это законодательная, законодательная инициатива, законодательная инициатива создания и создания закона. Для того, чтобы это все увидеть, внести предложение, для этого надо общаться с людьми, видеть, где работает или не работает какой-то нормативный акт, в чем причина, разобраться и внести соответствующие предложения и вместе с Нижней Палатой доработать эти вопросы. То есть это очень много. И здесь же надо сказать, что именно Совет Республики утверждает проекты. Ну, Совет Республики работает вместе с Нижней Палатой, есть ответственные за закон, и сейчас в настоящий момент рассматриваются вопросы, касающиеся закона о здравоохранении. Недавно был принят закон о вакциально-психиатрической помощи. Очень-очень много законов, ну и законы, и кодекс образования. То есть очень-очень много нормативных документов. И жизнь, она очень много подсказывает, и очень активно в этом помогают жители нашей страны. И вот работа, даже вот вы задавали в первой части передачи, помогает ли работа в областном совете депутатов, конечно. Это большое количество общений, это огромное количество предложений, которые исходят из жителей того или другого региона. То есть опираясь, скажем, на их мнение, пожелания. Мнение, пожелания, опыт их, запросы. Вот здесь это самое основное для того, чтобы изменялась законодательная база, для того, чтобы жизнь людей стыкновилась лучше. А вот скажите, из тех законопроектов, которые сегодня разрабатываются, рассматриваются, вот учитывается ли нынешняя ситуация или нынешний опыт в связи с эпид-ситуацией, которая сложилась вот последние четыре уже месяца, представляете, уже четвертый месяц? Представляю. Да, представляете. Это я представляю очень явно. Конечно, 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 определенные изменения, но мне очень приятно то, что вот в Витебской области, вот та деятельность, которая осуществлялась ранее по созданию межрайонных центров, по этапности оказания медицинской помощи, по созданию центров с высокотехнологичным оборудованием, высокой специализацией, даже вот по Лепейскому району, посмотрите, как своевременно и скорая медицинская помощь. И вот вы говорили, один человек может, нет, один не может, посмотрите, исполнительная власть. И те, кто занимаются, находятся в бизнесе, частные предприятия, насколько они помогают... Особенно вот в этой ситуации очень проявили себя частные бизнесы. Помогают медикам решать эти вопросы. Посмотрите, в Лепейской больнице был установлен рентгеновский аппарат, приобретены машины, автомобили, скорая медицинская помощь практически полностью обновлены. Это искусственная вентиляция, аппарат искусственной вентиляции легких, мониторы, то есть переснащена была реанимация. И смотрите, Лепейский район в спокойном режиме оказывает помощь, несмотря на то, что есть и инфицированные, а по-другому и быть не может. Но самое главное оказывается помощь. Своевременная, полноценная. И мы имеем неплохой результат по Лепейскому делу. Хорошо, Юрий Николаевич, вот говоря про Лепейский район, ведь все-таки уже два года вашего депутатского срока. Два, четыре, шесть. Да? Шесть лет. Это я вот два, там, считаю, 28 лет назад. И вы знаете, что в Лепейском районе очень сильная команда исполнительной власти, депутатского корпуса очень сильная. Причем там всего в меру. Там люди думают о тех, кто живет, проживает на этой территории. Это очень важно совместно. Посмотрите, сколько огромное мероприятие. Строительство жилых домов, строительство домов семейного типа. А вы, как депутат, в чем принимали участие? В каких, скажем, решениях проблем своего округа? Практически во всем. Практически во всем. Если, посмотрите, здравоохранение однозначно. А была проблема работы городского транспорта с этим? Вы знаете, городской транспорте – это маленький городок. Но это тоже эти вопросы решаются, но не так быстро, как бы хотелось. Но то, что вопросы задавали люди – это благоустройство территорий, строительство жилья, создание рабочих мест. Это касающиеся вопросы строительства магазинов. Да, кстати, тоже был вопрос раньше. Доставка, доставка, допустим, удаленных населенных пунктов, продовольствия, всего остального. Посмотрите, какое количество в Лепестском районе построено магазинов продовольственных. Район-то сельский, многие держат птицу, все остальное построено. Магазин по продаже кумбикорма. И много-много-много другое. На чем сейчас работаете? Что сегодня волнует ваших избирателей в Лепестском округе? Лепестский район, ну, во-первых, Леперь – это мощный межрайонный центр. Там имеется в виду межрайонный центр медицины. Там имеется три лечебных учреждения, достаточно крупных. Это Лепестская центральная районная больница, это психиатрическая областная больница и Жемчужина – детский реабилитационно-здоровительный центр. Вот они уже стали практически… Тем не менее, внимание еще требуется, да? Не требуется установка компьютерного томографа в Лепестском, центральной районной больнице. И вы как депутат продвигаете решение этой схемы? Ну, это в программе было, и я продолжаю это, ну, не только как вот ранее начальник управления здравоохранения, сейчас как депутат. Это все надо завершить. То есть план у вас был математик? Строительство, опять же, там, судебной медицины для того, чтобы не возить другие районы. Ну, тяга бывает, человек погиб, вскрытие, все остальное, чтобы это было непосредственно в районе. Это строительство полностью, да, оборудование. Да, да, да. Потом, смотрите, сколько в Лепере же есть еще и промышленные предприятия, насколько они молодцы сейчас развиваются. И Лепелька, вот буквально 26-го я буду встречаться с Фериалом, там, встречаться с работниками, с трудовым коллективом. Мы будем обсуждать те вопросы, которые есть, но мы видим, что Лепелька, она развивается. Там строится, водится. Сам район развивается, это, да, замечают все, кто-то, кому приходится. Это очень важно, и там внедрение делается, и скважины, все-все-все-все создается по-новому. Все, я поняла, Ирина Николаевич, вас не остановите. Тема, действительно, для вас близкая. Вы знаете, вот как бы мы ни говорили, но сейчас вот взять и тот же Дубровинский район, и Льнозавод, там же, смотрите, строятся склады под Леон, новые будут в ближайшее время открытия. Там делается футбольное поле. Вот недавно в Лепельском районе открыли шикарное футбольное поле для детей. Это то, что касается развития про спорт. Футбольный клуб Лепельский занимает первое место в области. Это же большое дело. И вот, смотрите, спонсорская помощь была оказана, была построена шикарная площадка, вечно зеленая, то есть где дети могут играть, тренироваться, играть в футбол. И круглый год, между прочим, заниматься. Юрий Николаевич, я понимаю, что о том, что сделано, о том, какие у вас планы еще на будущее, вы можете говорить бесконечно, потому что это действительно тот огруб, та территория, которую вы давно знаете, знаете людей, знаете ее проблемы, и вам интересно этим заниматься, что очень важно. Поэтому это, наверное, очень важный повод для нас с вами встретиться еще раз. Поэтому спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи. Вам удачи, всего доброго. Спасибо. Я бы хотел пожелать всем здоровья крепкого, добра, добра и мира. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша передача программы «Прямая линия» завершается. Спасибо, что были с нами, и оставайтесь с нами, берегите себя, и пусть у вас все будет хорошо. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова